Всем привет! Меня зовут Андрей Петров и вы на моем канале. Сегодня у нас будет видео обзор распаковка электрической москитоловки или мухоловки серии MT299. Данная посылка у нас пришла с Алиэкспресс. Доставка в Киев заняла приблизительно 2 недели. Давайте посмотрим, что у нас идет внутри. Вот такая вот москитная электрическая мухобулечка. Вот такой внешний вид она имеет. У нас есть электрические ТЭНы 1100 Вольт, светодиодная ультрафиолетовая лампа, которая не звучит никакого. Запах оно притягивает насекомых и комаров. А также сзади у нас стоит вентилятор для того, чтобы их сюда засасывать. Здесь у нас контейнер для сбора насекомых. Давайте его включим, потестим. Включим нашу электрическую мухобойку в розетку. Здесь у нас энергопотребление в ваттах. 4,8 Вт. Значит, у нас включилась ультрафиолетовая подсветка и заработал вентилятор. Это сеточка у нас, точнее цепочка для того, чтобы подвесить данную мухобойку. И здесь у нас защитная решетка для того, чтобы защитить людей и животных от удара электрическим током 1100 Вольт. Для того, чтобы почистить данный контейнер для сбора насекомых, нужно выкрутить вот этот винтик. Но для начала лучше выключить его с розетки. Значит, выкручивается винтик и вынимается защитная решетка. Точнее, снимается. И снимается контейнер для сбора насекомых. Ну и давайте проверим, бьет ли он током. Крайне не советую повторять вам это. Напоминает тут 1100 Вольт. Ай! Так, током бьет. Данный уничтожитель мух и комаров я заказывал на Алиэкспресс за 23 доллара. Ссылочка на нее будет в описании. Доставка заняла, напомню, 2 недели. Электрический ток достаточно сильный. Ультрафиолетовая лампа должна приманивать насекомых. А вентилятор затягивает их на данную электрическую решетку. Думаю, что со своей задачей должно справляться достаточно хорошо. Если вам интересно, как она работает в реальных условиях. То есть, когда есть комары и мухи. Ставьте лайк, для того, чтобы я понимал, что вам интересна данная тематика. И сниму обязательно продолжение, вторую часть. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok